Ну что ж, и всем привет, ребятки, с вами Wage of Sin, и сегодня мы начинаем проходить игру Half-Life 2, эпизод 2. Ну что ж, поехали, я поставил сложность сложную, вперёд! Как вы помните, предыдущая серия у нас закончилась на том, что мы пытались уехать из Сити-17 на поезде, и нас застал взрыв, и неизвестно, что вообще будет происходить дальше, и будет ли это дальше. Ну, эпизод 2 сделали наверняка не для того, чтобы просто мы посмотрели на то, как Гордон Триман умрёт, и всё. Поэтому, естественно, дальше у нас будет. И у нас, как вы видите, здесь без всяких заставок, мы находимся на обрушившемся поезде. Собственно, кругом сплошной лязг металла. Господи, как же я от неё отвык. Ну, и вроде, куда-то сюда, я так думаю. Выбросите меня отсюда, пожалуйста. Да, я! Дверь открой. Ты долго меня пялить будешь, или спасёшь уже? Наконец-то. Это моё. Господи, тебе подкачаться. Ты её, не выбивая, к себе притягивай, женщина. Молодец. Вот. Что значит отойди-то? Спасибо. Кто? Да, я решила, что потеряла тебя. Кто? Знаю, знаю. Ты всегда сумеешь выкарабкаться. Ладно, надо двигаться дальше. Уверена, комбайны не оставят нас в покое. И всё-таки ты страшненькая. Главное, пару минут назад я слышала голоса вартигонтов. Может, они всё ещё поблизости? Нам предстоит долгая дорога. Помощь бы очень пригодилась. Ну что ж. Давай путешествовать. Чё я могу сказать? Ой, господи, нахер мне эта дверь. А, всё, я веду. Окей. Проблем никаких. Я так я. Алекс, тупик. Решай что-то с этим. Я не знаю, что мне делать. Я могу взять только бутылку. И жахнуть по тебе. Живые есть? Чё-то не открывается ни черта. Я ворону схватить не могу. В белую рощу. Ты куда я пошла-то? Да. Ни хера от неё не осталось, я бы сказал. Слушай, Алекс, а ты случайно, если увидишь ядерный гриб, к нему не побежишь? В смысле, с вами, а что там происходит? И заметьте, это даже не я сделал. Ха-ха, ну само. Ну я-то хотя бы за камнем спрятался. Надеюсь, они не повторятся. Да сейчас. Вон, до сих пор что-то происходит. Так что поехали отсюда нахрен. Нам здесь Алекс ловить нечего. Кого его? Алекс, ты меня, короче, это... Фигню, короче, несёшь. Бесполезная женщина. Не, ну если вам, конечно, нужен кто-нибудь, кто мастерски может втирать дичь, то, конечно, это идеальная кандидатура. Ну, если тут срач и разруха, то определённо да. Они же ничего создавать не могут, только ломать. Шахта победы имени пятидесятилетия. Молодой совсем. Хороший замес здесь был. Уже безопасно. Ты кого бьёшься, а? Ой, Алекс, тебя... Зырь, как я умею. По-моему, не попал. Там ещё муравьиный лев, это не очень круто, ну ладно. Если я упаду, то я смогу подняться. Ну и хорошо. Да естественно, ожил, он же зомби. Он этим и занимается, что оживает. Всё, я надеюсь. Херь какая-то. Алекс, там не поверишь, но ещё и муравьиный львы. А ещё дебил с гранатой. Ну, чё-то похоже на повстанцев, честно говоря. Судя по технологии. Сейчас баха по пантам, не знаю, уже. Старый, и зубов нету. Я ничего не знаю. Тебя-то нет, конечно. Если бы ты скинул сюда розетку... Ну уж ты соберись давай. А-а-а, ну нет, конечно не возникает. Вы о чём вообще? Алекс, гномика возьми. Принезалон. Так, Алекс, я разбил все бутылки в данной комнате. Это не помогло. Вот гадин, а. Я думал, он не предложит никогда. В натяжку, Алекс, в натяжку. Обращайтесь. Чё эти за ботинки вообще прыгнуло так удачно. Белая роща, белая роща, это Алекс Бен. Вы меня слышите? Белая роща, ответите. Белая роща, вы меня слышите? Алекс, господи, неужели это ты? Господи, вы нас уже похоронили 20 раз. Драсса. Иллюминаты, иллюминаты, мужик. Я тебе точно говорю. Вы наблюдаете перед собой зарождение сверхпортала. Если вам наберет полную силу, то повторится. Семичасовая война. Только на этот раз нам не продержаться и 7 минут. О, господи. Гордон, так как вы понимаете эти данные? Данных? Из цитадели? Мы были в зале управления. Они скармливали огромные пакеты данных в программе уничтожения ядра. Магнусон, слышал? Даю голову на отсечение. Это был код портала. Слышал, слышал. Неглухой. Я скачала весь пакет. С тех пор за нами погоня. Еще бы. Понимаешь, Клайнер, это краеугольный камень всех их планов. Прекрасно понимаю. Когда это я сказал, что... В программе уничтожения должен был быть заложен код сеанса связи с внешним миром. Так вот, юная дама, к вам в руки попал код связи с главной инопланетной базой комбайнов. Если я не ошибаюсь, а ошибаться мне нет причин, то это тот самый код, который пытался получить доктор Моссман. Сколько вы будете сюда добираться? Мы ушли с тем, что... Год. Нельзя терять ни минуты. Мы ускорим подготовку к запуску. Как только вы появитесь у нас, мы закодируем спутник и отправим его на орбиту. Торопитесь, ребята. Только ради бога будьте осторожны. Я не живу. Опять, мама, ты меня слышишь? Папа. Установлена отдаленная... Че? Приказ надо не оторваться. Удостовериться в прекращении жизнедеятельности. Я могу размножаться. Ура. Я могу размножаться. Это так приятно. У меня позволили. Алекс, че-то я не туда пошел, кажись. Алекс! Алекс, мать твою, стреляй! А, сраный кирпич. Я его поднять не могу. Затих? Вот и не шурши здесь мне. Ой, я камень сломал. Как истинные русские. Кидали два металлических шарика. Один сломал, другой потерял. Ну, я вначале проверю, че наверху. А наверху у нас ни хрена. Поехали! А, да, Алекс, я забыл, что ты на путях не стоял. Да кьяш, вообще. Нет, на меня всегда... На мне всегда можно посидеть. Шахта Победы. Окей. Ха-ха-ха-ха. Не знаю, что это было. Какая-то хрень на потолке. Смотрите, ребят. Фонарик у нас теперь отдельная хрень. То есть вот энергия у нас расходуется чисто на бег. Фонарь при этом не используется вовсе. Что это может значить? Это может значить, что у нас здесь будет очень много ночных вылазок. Чему я абсолютно не рад. Алекс, ты чё, пьяная, что ли? Я не понимаю, чё ты там застрял-то? Гоу, за мной. Алкоголичка, блин. Так. Чё-то как-то не забирается совсем. Догонишь. Пистолет не дай хотя бы. Тогда я буду пс-тише. А так я буду пс-громко. Блин. Кто-то есть. Нет, ёпта. Не поверишь. Работаю над этим, как всегда говорят. А? Ок. Если чё, на тебя лист металла, от дождя прикроешься. Алекс, ты там жив? Ва. Алекс, тут хрень какая-то. Алекс, кстати, я выйти не могу. А-а-а. Ни у одной тебе. Ну, охренеть. Я... Ой, ёпа. Охренеть. Да, шалеть. Он её проткнул, что ли? Не, ну нахрен. Куда потащил? Пошёл нахрен. Я не могу сдвинуться. Ну, слава богу. На меня можешь пока не обращать внимания, я и тут полежу. Алекс Вэнс. А-а-а. Что за беда стряслась? Ты какой-то хрен напрягнул, не поверишь. Да. Мы не вредим. Да, как всегда. А мне вот чё-то не доставляют, её проткнули. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Попала в виду. Мог бы хотя бы предупредить. Не хватит, чтобы её исцелить. Я призову на помощь соплеменников. Хорошо. Ни хрена себе у тебя глотка. Круто. Да? Они сказали да? Фримен возьмётся, но Фримену бы пистолетик хотя бы. Пистолет не дашь, да? Она ещё тёплая? А, ладно, неважно. Ты как, идёшь? Или бежишь? Слушай, я не виноват. У всех состояние хреновое. Я на неё не бросался. Могла бы и подойти поближе. Иди и тут. Ладно, это моё, короче. А я знал, что... Если можно, вынимай, прыгни. Я отнесу моим соплеменникам другой дорогой. Хорошо. Хорошо, что другая дорога существует, я бы так сказал. Да, кстати, я совсем забыл про сейвы. Именно про то, что надо на F6 нажимать в данной игре. Так вот. Сохранено. О, опломбировано. Прибав, говорит, прыти. Стоит Фримен и разбивает бутылки. Придти прибавлено. У-у-у. Динамо, что ли? Только я. Я. Не, 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 не. Ну, почему, как быстро? Все, типа? Ну, да. Тут больше вроде как ничего и нету. Это что, это Вартигонт мертвый? Или нет? Нет. Тратути. Я по вашу душу тут. Меня тут нет, если что. Это фантастика. Это вымысел. Меня не существует. Зачем я ломаю эти ящики? В них никогда ни хрена нет. Но я все равно не перестаю их ломать. Все-таки пока что давайте вот такое вот оружие себе возьмем. То есть в одной пистолет. При переключении у нас будет гравипушечка. Фикс. Нам вниз, да? Ну, естественно. Экономим. Сыщ, жопа! Ты умрешь, не умрешь? Я тебя вижу. Наконец-то. Ну что, давайте, наверное, на этом уже будем серию завершать. В принципе, затравочка получилась интересная. Алекс у нас ранено. И нам надо как можно быстрее попытаться дойти до подземной базы Вартигонтов. Убежище, точнее. А на этом, собственно, все. С вами был Вейчсов Син. Это была игра Half-Life 2, эпизод 2. Всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok